С вами CoinPost и это важное включение в БЛИЦ-формате, потому что биткоин почти дотянулся до 60 тысяч долларов, и за ближайшие пару дней рост может продолжиться, потому что рынок буквально заставляет идти строго вверх. Кто поддерживает срочные БЛИЦ-ролики, поставьте лайк, а я сразу перехожу к сути. Биткоин ETF, а точнее ожидание того, что со дня на день комиссия по ценным бумагам и биржам США примут положительное решение, на сегодня является главным драйвером роста. Если вспомнить историю биткоина в 2021 году, то сначала рынок разогнали на инвестициях Тесла, затем ждали в апреле листинга Coinbase на фондовой бирже, и после коррекции рынок пошел на разворот, потому что Сальвадор принял биткоин в качестве средства платежа. Теперь же рынок нашел новый повод для роста, и им стал биткоин ETF. Эту историю активно разгоняет сам регулятор. 29 сентября глава SEC Гэри Гэнслер намекнул на возможность одобрения ETF фонда на фьючерсы. На следующий день к делу Туза Муна биткоина подключился личный глава ФРС Джером Пауэлл. Он заявил, что не видит причин для запрета криптовалют. Затем в эту игру включается мощная информационная машина под названием Bloomberg. Их старший аналитик по ETF Эрик Болчунас рассказывает 3 октября, что шанс на одобрение фонда на биткоин в этом месяце равен 75%. Спустя еще 3 дня на сцене снова появляется Гэнслер, что обещает не блокировать криптовалюты, только немножко их порегулировать. И снова позитивный сигнал для рынка. Но и это еще не все. Дальше фонд Кэти Вуд, Арк Инвест, подает еще одну заявку на ETF с привязкой к фьючерсам на биткоин. А уже знакомый нам аналитик Bloomberg Эрик Болчунас говорит, что данная новость и еще одна от другого фонда повышают шансы на одобрение до 90%, потому что это финальная подготовка перед положительным решением. Последняя новость была буквально вчера. Рынок снова обновил локальный максимум, но, видимо, этого было мало. Поэтому вечером Сех делает напоминание в Твиттере, что если решите инвестировать в биткоин фонд на основании фьючерсов, то перед этим почитайте наше руководство по этому торговому инструменту. А чтобы все обратили внимание и не забыли пойти и купить еще немного биткоинов, догнав его цену почти до 60 тысяч долларов. Уже хорошо известное и замешанное в этой истории издание Bloomberg и их аналитик запускают новость, мол, таинственные инсайдеры сообщили, что ETF примут буквально через пару дней. А мы с вами знаем, что ответ по первым заявкам на такие фонды назначен на 18 и 19 октября, то есть это понедельник и вторник. Кстати, сейчас, когда цена биткоина после нового локального максимума пошла на коррекцию, парень из Bloomberg Эрик Болчуна снова пишет в Твиттере, что шанс на одобрение 90%, в очередной раз подогревая рынок криптовалют. Друзья, события, что я привел в этом ролике, произошли всего за 16 дней. Лично меня такое внимание СМИ и регулятора очень настораживает и прямо-таки попахивает манипуляцией рынком. Нас ждут напряженные выходные и не менее важные понедельник и вторник на следующей неделе. Будьте во всеоружие, потому что как можем увидеть новый максимум по биткоину, так и стать жертвой правила. Покупай на слухах и продавай на фактах. Пока мы на стадии слухов. Обо всех важных изменениях ситуации буду сообщать в нашем канале в Телеграм. Кто не подписан, ссылка сразу под роликом и в первом комментарии. Спасибо за просмотр. Ваш Коинпост. Субтитры сделал DimaTorzok